ребят всем привет рада видеть вас на моем канале и в этом видео мы будем учиться с вами делать брошь губки видно их надеюсь что видно а как сделать эту брошь объемной я покажу вам дальше но прежде подписываемся на мой канал ставим лайк этому видео не забываем про колокольчик приступаем или туда или сюда ну в общем плюс данные броши в том что нам не нужно много расходных материалов всего два цвета бисера вишнево-красный 2 розовый фетр фуксия намечаем себе где у нас будет рисунок и при помощи выкройки вы найдете выкройку в описании внизу в инфобоксе далее выкройку нужно будет разрезать то есть разделить ее на две части на две детали чтобы у нас верхняя губа и нижняя были отдельный обрезаем ненужный фетр что мы делаем и зачем нам надо сделать на каждую губу по 3 выкройки основные выкройки будут обычного размера а каждая последующая будет меньше примерно на 12 миллиметра таким образом мы создаем эффект объема помимо этих выкроек я советую вырезать из фетра два маленьких кружочек точнее их должно быть 42 на верхнюю губу и 2 на нижнюю это тоже необходимо для дополнительного объем далее конструкцию которую у нас получилось нужно сшить чтобы она не рассыпалась но и для вашего удобства делаем это буквально несколькими стежками не нужно сильно стягивать фетр иначе эффект объема просто пропадет для того чтобы получить рисунок полу раскрытых губ в свободном пространстве между ними нужно будет пройтись стежками черной ниткой мулины теперь мы можем приметать получившиеся заготовки к основе из фетра делаем это при помощи обыкновенной нитки и иголки просто небольшими стежками по контуру но не забывайте один нюанс не надо вылазить этими нитками далеко за пределы контура броши потому что когда вы будете все это обрезать можно случайно зацепить нитку и конструкция может развалиться начинайте пришивать от середины к краям дальше вход у нас идет золотая жесткая конитель конитель перед работой нужно подрастянуть именно жесткую конитель я не говорю про другие виды аккуратно пришиваем конитель при помощи мононити лески то у вас найдется к контуру губ таким образом мы их очерчиваем конечно можно использовать и обычные нитки но смотреться эта работа будет уже несколько иначе старайтесь чтобы мононити далеко от канители не уходила выводите ее как бы из под канители и заводите ее также как бы под канитель ну чтобы уж совсем быть безупречными наклоны стежка желательно чтобы они совпадали с наклонами витков канители тогда они будут идеально укладываться их не будет видно но это если вам уж хочется сильно заморочиться для пришивания бисера я использую нитки фирмы гутерман мне они очень нравятся в первую очередь потому что нитки зарекомендовали себя как прочные я подобрала нитку которая подходит по цвету к основе броши и к самому бисеру беру нитку в одно сложение начинаем пришивать от центра к краям верхней губы почему мы так делаем это самый легкий способ соблюсти симметрию все просто я набираю рандомное количество бисера потому что не получается каждый раз просчитать сколько действительно нужно будет чтобы дать схему конкретную каждого толщина фитера может отличаться количество слоев ветра даже один и тот же человек может пришивать по-разному поэтому набираем на глаз количество бисера прикладываем смотрим чтобы первая и последняя бусинка полностью накрывали заготовку если все и подходит идеально и устраивать значит пропускаем иголку через фетр и снова выводим на поверхность ту же самую схему мы применяем и на нижней губе постепенно ее намечаем и расходимся от середины в сторону если где-то там с краю не лезет бисеринка но не тулить и и потому что ну будет некрасиво смотреться не мучаетесь расчехляемся нитку фиксируем сзади до жопки у всех страшненькие я уверена что даже у самых крутых мастеров там куча узелков будет и это нормально вырезаем заготовку по контуру оставляя буквально один миллиметр стараемся не задевать нитки и мононить для того чтобы к нашей заготовки приклеить основу из картона я использую клей момент кристалл вы можете использовать любой клей какой вам хочется берем снова фетр и делаем из него изнаночную сторону броши просто обводим нашу заготовку по контуру и получаем необходимого размера изнанку на изнаночной стороне нашей изнанки заметьте как звучит наша тавтология нужно будет сделать небольшие наметки для будущих отверстий куда мы будем вставлять булавочку вставляем булавку с наружной части и протаскиваем ее почти всю через внутреннюю часть таким образом нам не нужно протаскивать толстую головку и рвать эти отверстия и делать их огромными снова применяем клей момент наносим его на картонку потихонечку прикладываем изнаночную сторону стараемся сильно не сжимать иначе клей может пропитаться через фетр и на нем останутся некрасивые разводы теперь самая моя любимая часть это оформление края броши я покажу этот момент более детально но если вам что-то будет непонятно вы можете всегда обратиться к моему видео где мы разбираем варианты оформления края броши там кстати говоря вы сможете найти еще несколько интересных вариантов но я здесь все равно напомню что мы начинаем обшивать край броши нанизав сначала две бисеринки далее каждый раз мы будем нанизывать только по одной и уже в конце то бисеринка которая была лишней в начале вроде бы она у нас будет замыкающий в нее мы потом будем вдевать иголку тем самым закрывая весь край более подробно повторюсь смотрите в отдельном видео четыре крутых способа обработки края броши ссылку на видео я прикреплю в конце и в описании а а Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, что у вас получилась крутая брошка, ну или получится в скором времени. Очень жду ваших комментариев и лайков. Не забываем подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А также делитесь этим видео, ведь этим вы помогаете развивать мой канал. А еще вы не забудьте, у меня ведь очень много крутых видео. Другие брошки, другие формы. Смотрите, вам наверняка что-то понравится. Всем спасибо за внимание. Целую всех. Пока!